доброе утречка у нас пятница сегодня какой 17 пасмурный день там даже туман как-то не очень хочется выбираться никуда и вообще настроения нет потому что вчера был очередной разговор телефона и с какими-то мошенниками они становятся все агрессивнее они прямо наезжает они угрожают перенервничала вчера перенервничала давление скакала вообще расстроилась думаю да когда это все прекратится причем никакой защиты бесполезно там сообщать полицию я прямо не так и сказала что я сейчас позвоню в полицию несколько зря что вы там скажете что вот вам позвонили сбрасывала трубку пыталась блокировать номером как-то не блокировался они все звонили в общем да лучше бы конечно не было телефона и такой связи не хочется вообще таких каких-то эмоций получать ну ладно и чтобы как-то успокоиться хотелось съездить какой-то может быть еще цветочек присмотреть купить ну ну как-то не охота пока выбираться может быть чуть чуть попозже посмотрю а вместо этого когда нет возможности живые цветы посмотреть смотрю чтобы настроение улучшилось цветочные картины и у меня сегодня такая подборка женщины и цветы цветочницы которые продают цветы те кто да вообще просто потому что красивые картины красивые лица такое вот прошлого позапрошлого столетия времена какие-то когда не было телефонов не было телефонных мошенников в общем сегодня смотрим на что-то прекрасное я надеюсь что красота есть там и не спасет мир то по крайней мере хоть какое-то умиротворение и успокоение в душу принесет это однозначно ну вот начну начну маленькое путешествие по прекрасным картинам и здесь у нас девушка которая рассматривает куст роз вот разнообразные но в основном все связанные с цветами и просто девушка смотрящая в окно и вы по-моему у нее там мальвы в большом красивом кувшине или вазе будет много цветочниц такие вот чудесные нарциссы и вот цветочница которая ну скорее пропалывает чем собирает цветы потому что у нее грабли прелестный букетик в руках прелестные женщины очень романтичные все такие умиротворяющие картины детально хочется рассматривать эти цветы эти базы украшения на женщине вот такая вот прекрасная девушка каких-то викторианских времен или нет или это просто фантазия такая с букетом бордовых роз маленький букетик сирени так хочется сирене запаха вот нас настоящего но это еще надо будет ждать несколько месяцев и вот здесь девушка которая нюхает цветы такие на вид полевые на полу шкура тигра еще одна цветочница молодая девушка продающие букетики влюбленным судя по а нет написано лондона я хотел сказать что похоже на париж но где-то там какая-то надпись лондона а вот это не девушка но мне так было интересно потому что очень редко когда какие-то картины изображающие мужчин садоводов любителей цветов и тут просто интереснейшая картина именно тем что во первых узнаваемые цветочки это наши любимые цикломенчики и целая оранжерея цикломенчиков и мужчина садовод я сразу вспомнила все каналы которые у нас ведут мужчины на ю тубе а здесь девушки перевозят куст азалии цветущие куда-то они его везут чудесная такая тоже картина очень передающая там а кроме азалии еще что-то у них там какое-то непонятное растение такие сценки быта сценки быта конечно это иногда ну как бы прямо так и представляешь вот этот быт девушек которые бродят по лесу собирают цветы в красивых белых платьях сидят на корнях деревьев я понимаю что это художественная немножко такая постановка художественный вымысел но тем не менее смотрится приятно еще одна девушка которая собирает цветы и раскладывает их в вазу с водой очевидно делают такую композицию для стола веселая цветочница мне кажется все цветочницы должны быть такие радостные веселые опять же вспоминается пигмалион бернардашо так ладно не отвлекаемся тоже такая вот романтичная вся такая из себя девушка с букетом полевых цветов у нее шляпка тоже с цветами почему сплошные цветы и очень красивая женщина в красном платье с красными тоже цветами такая яркая интересная картина простая девушка из низшего сословия как раньше говорили девушка в пеньюаре надо полагать а может это платье такое еще одна очень интересная сумочкой со шляпкой с букетиком камелии возможно тоже вспоминается сразу дама с камелиями и очередная веселая цветочница чудесные картины здесь тоже возможно девушка продающие цветы девушка собирающие цветы девушка нюхающие цветок а эта картина была именно они у меня могут иногда двоится потому что скачивала и свое время из разных мест а тут по моему к цветам никакого отношения нет просто мне заинтересовали что же там за настурции в ремочке стоят на столе поэтому я ее бросила в папку с растениями здесь кто-то занимается цветами и горшками везде горшки глиняные никаких пластиковых и прочих нету очень милая картина с астрами причем какие-то голубые астры но это астры и и вот такая вот цветочница это очень успокаивает подобная картина не как бы переносит тебя вот в то время такое вот не хочется сказать безделье потому что чем-то то они там тоже занимались но конечно они те кому не приходилось работать тяжело которые вот так вот могли сидеть и составлять букет и рассматривать цветы конечно у них жизнь была наверное неплохая а вот тут просто интересно потому что довольно редко попадается тоже какие-то картина на тему ухода за растениями если так можно сказать и что-то здесь вот бабушка делает то ли прищипывает пеларгонию опять-таки красную в глиняном горшочке то ли что но во всяком случае очень такая интересная на мой взгляд картина с букетом сирени и вот такие всякие разные прелестные умиротворяющие картинки здесь опять цветочница предлагает букетики девушка тоже с горшками из какой-то встреченной знакомой что-то она и рассказывает опять редкое фото мужчина ухаживающие за цветами это такая была прелестная картинка что не могла ее в эту папку не поместить такие глики света красивые очень тоже и вот очевидно тогда было так принято в какое-то широкое такое кашпо блюдо миску срезать цветы чтобы они там вот так вот выглядели как буквально поле каких-то букетиков тоже нюхаем цветок я всегда рассматриваю какие же цветы были в то время всегда герань бросается в глаза с остальными цветами не всегда ясно цветы были везде цветы были в саду цветами украшали одежду цветами украшали прическу и мне кажется это так подчеркивала женственность это очень было восхитительно цветочница здесь просто поливает но поливает непонятно что или просто это ваза для того чтобы потом поставить сделать букетик еще одна яркая цветочница дома с букетиком гуляют цветы здесь красивые георгины вот такая маленькая фотография плохо видно но тут пионы пионы пиона такая прелесть чудесная и такая сценка где девушка получает цветы там в них записка наверное от возлюбленного или если она актриса то от поклонников а скорее всего она малерина или что-то такое потому что видно по ее платью большой букет ромашек и еще один мужчина который ухаживает за цветами внизу много много аспидистры сверху какие-то пальмы и это тоже очень интересно увидеть что же выращивалась раньше девушка которая составляет букет мне прямо вот захотелось я обычно не люблю срезанные цветы мне кажется что но они же живут недолго вот посмотришь такое и сразу хочется какой-то букетик тоже из каких-то цветочков может быть стоит купить пару каких-нибудь что сейчас у нас там можно купить ну в принципе у нас есть цветы которые всегда есть розы есть всегда тюльпаны не знаю тоже по моему всегда есть и как-то выгоняет выращивают постоянно есть цветочница и тоже здесь готовятся цветы в коробку складываются отсылаются куда-то девушка поливает растение ни одно растение практически не опознала из тех что там чем-то красным цветет но это не пеларгония что-то похоже на аспарагус что-то похоже на цикламина без цветов в общем загадка розочки такая немножко восточная девушка чуть-чуть в зеркало но тем не менее букетик цветов присутствует потому что тут цветы на картинах где есть женщина они только добавляют прелести шарма и вот такая вот цветочница яблоневый цвет очень люблю и как яблоня цветет и как пахнет и как цветы вы выглядят всегда так нежно белорозовые очень красиво они действительно подчеркивают какую-то женственность и поэтому здесь на картине такая вот может быть не красавица но благодаря тому что она на фоне цветущей яблони этого смотрится замечательно такие картины сразу хочется весны и лето цветение вот жду мая месяц месяц когда все цветет у нас и так красиво и просто прекрасно хочется этого времени хочется хорошего настроения прогулок тоже служанка несет госпожа очевидно букет роз и по дороге она их нюхает потому что желтые розы они всегда очаровательно пахнут у меня тут такая подставочка телефон конечно на ней стоит неустойчиво женщина с лейкой и еще одна девушка тоже на фоне судя по всему какого-то то ли цветущей яблони то ли чего-то цветущего это всегда беспроигрышный вариант а это я здесь фотографии поместила потому что там на заднем фоне фикус и душистая герань и просто хотелось их чтобы они у меня сохранились в папочке собирание цветов опять древние гравюра мужчины то ли садовода то ли продающего цветы такая редкая какая-то интересная совершенно милая сценка такая здесь тоже спидистра 1 на пионы какие-то и все так умиротворенно и спокойно похоже на фотографии но эта картина по-моему называется девушка с азалией или что-то такое азалия просто изумительные примула по моему рядом какая-то настолько вообще четко все прорисовано что кажется что действительно это фото я не картина но эта картина такая девушка и такая девушка и такая девушка разных времен но везде цветы только дополняли образ прекрасной дамы изумительные ирисы в таком цветовом сочетании с платьем с каким-то головным убором с голубыми глазами девушки прекрасные дамы прошлых веков рудбеки называется цветок здесь еще и голуби пошли белые что тоже в общем только украшает женщину помимо цветов здесь даме принесли на выбор цветы и она что-то выберет и воткнет себе куда-нибудь в декольте тоже цветочница а здесь еще заинтересовала цветочек там есть какой-то на заднем фоне но я недавно о самоварах делала такое небольшое тоже видео и вот здесь тоже по сути самовар я так понимаю то есть некий сосуд на ножках которые подогревается вода там горячая и вот наливается чай так что больше даже из-за самовара вот этого если вот так можно назвать цветы похожие на хризантемы или что-то такое и опять цветочная лавка ну как после этого устоять и не пойти не купить какие-то цветы здесь пересадка пеларгонии но в то время чудо не назывались герания и вот эти красненькие они буквально на очень многих картинах того времени но их никто не обрезал они везде вытянутые о этом уже видели может повторяться надеюсь не будет слишком это раздражать это мы еще не видели здесь очевидно какое-то луковичное растение и она рассматривает эти корешки которые там в воде на гидропонике у нее цветочек цветочек что-то похожее на гиацинт и здесь поливает цветочки домашние с корзины но не факт что за цветами но с корзинкой скорее всего все-таки за цветами тоже чаепитие но девочка пришла с букетом цветов опять старинная гравюра не могу постоять мужчина тоже с каким-то букетиком интересным получается очень длинное видео мне хочется до конца пройти показать вам здесь просто потому что хотела рассмотреть что же за растение на подоконниках птичка там в клетке чирикает и что-то там такое очень интересное растет всегда пытаюсь разобраться какие именно цветы тоже цветочный базар стенка из жизни и опять мужчина с горшочками цветов на заднем плане тюльпаны которые раньше стоили безумных денег за них было буквально сражение за редкие сорта тюльпанов и вот здесь девушка тоже очевидно с камели ну или розы или или сложно сказать что за цветок то что похожи на камелию и на розу одновременно надо садить по листьям разбираться такая вот милая девушка сама садик я садила сама буду поливать девочка поливает большой куст гортензии возможно опять же тема букета и письма спрятанного в букете ну и сами цветы порой это не цвета это чтобы на контрасте было понять что все таки приятнее когда женщина с цветами в руках они с какой-то брюквой сами цветы бы служили иногда тайным посланием потому что у каждого цветка было свой язык и есть такая книга язык цветов я вам ее уже тоже показывалась девочка как раз как-то очень грустно собирает анютины глазки цветочница просто любительница цветов в своей оранжерии это я так полагаю орхидея тут их ни с чем не перепутаешь это же оранжерея тут что-то выращивается такое интересное прямо загадка что же там выращивается такое но здесь гортензия в красивейшем таком тоже кашпо металлическом чудесная просто приятно смотреть так хорошо прорисованы все малейшие детали такое фотографичное изображение опять цветочный рынок можно рассматривать внимательно что же там в горшочках что же там за цветы а тут просто потому что тоже заметила что там это пальма сзади девушек и из-за этого решила что надо эту фотографию мне тоже эту картину опять происходит торг покупка цветов такого чудесная тоже по-моему это мальвы но похоже по крайней мере по цветам и здесь даже не знаю что за цветы но чудесная такая картина и это тоже очень нежная цветы по-моему здесь пионы нежно-розовые страничка из журнала посвященного леди как очевидно составлять домашние букеты шикарные здесь потому что здесь на подоконнике какие-то цветы хотела рад тоже рассмотреть какие цветы очень немного есть картину на которых показано уход за цветами вот это одна из них здесь просто цикламен сбор каких-то полевых цветов можно даже лекарственных может быть просто для букетика и мне кажется это лаванда это цветки лаванды прямо вот почувствовала их запах он такой характерный здесь что-то интересно похоже на рододендрон значит на азалию а опять замечательный пожилой мужчина который ухаживает за красной герани он и и он ее как раз обрезает кстати пора уже обрезать февраль месяц платье украшенное розами как я говорила украшали цветами прическу платье это было конечно красиво так мне кажется что они никогда не закончится эти мои это моя подборка здесь мне кажется олеандр цветет розовым похож ядовитый цветок поэтому такая картина с каким-то смыслом очевидно так мы вернулись вот мы вернулись наконец к началу на этом я с вами прощаюсь всего хорошего до новых встреч надеюсь у вас тоже настроение стало получше так же как у меня и пока пока